Здравствуйте, дорогие студенты! Тема нашей лекции – основные закономерности биологической эволюции. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Эволюция органического мира, прогрессивные направления эволюции, основные закономерности биологической эволюции. Эволюция – это историческое развитие органического мира. Для эволюции характерны следующие – это необратимость эволюционного процесса. Второе – скорость эволюционного процесса в разных группах организмов и в разные периоды времени различные. Новые виды образуются не из высокоразвитых и специализированных, а наоборот из относительно простых неспециализированных форм. Наиболее специализированные формы оказываются наименее пластичными, в изменяющихся условиях и более подвержены вымиранию. А также эволюция не всегда идет от простого к сложному. Существует много примеров регрессивной эволюции, когда сложная форма давала начало более простым. Например, большинство паразитов произошли от свободно живущих предков, которые имели более сложную организацию. И, наконец, происходит чередование главных направлений эволюции, таких как арогенеза и алогенеза. На слайде мы видим как раз элементы макроэволюции. Мы знаем, что микроэволюция – это образование видов, а макроэволюция – это образование надвидовых структур. Здесь видим следующие элементы – это конвергенция признаков, дивергенция признаков и параллелизм. Что такое дивергенция? Дивергенция – это от латинского «отклоняюсь», то есть расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организма в ходе эволюции. Является результатом обитания в разных условиях и не одинаково направленного естественного отбора. При дивергенции сходство между организмами объясняется общностью их происхождения. А различия – приспособлением к разным условиям среды. Результат дивергенции – это гомологичные органы у родственных форм приобретают разные функции и разное строение. Что такое гомологичные органы? Это органы разных видов животных или растений, которые имеют общее происхождение и схожее внутреннее строение. Но внешне они могут быть не похожи. Например, конечности земноводных, присмыкающихся птиц, млекопитающих. У этих животных в процессе эмбрионального развития конечностей образуются примерно одинаково. Имеют схожее строение по набору костей их сочинений. Мы вот видим на слайде как раз летучая мышь, птицы, рыб, млекопитающих, в том числе и человека. Однако в процессе эволюции у каждого класса и вида конечности претерпели изменения. были адаптированы конкретным способом обитания и функционирования. В результате стали внешне непохожи и выполняют несколько разные функции. Вот как раз мы видим слайд, вот эти конечности, то есть, что является примером дивергенции. Ну, дивергенция, мы то что скажем, это накопление различия в структуре и функциях какого-либо органа в процессе эволюции. В результате дивергенции из одного органа образуются несколько различных органов, связанных общностью происхождения. Дивергенция может быть одним из путей вида образования. В конечном счете дивергенция приводит к формированию более крупных тассонов, родов, семейств и так далее. Теперь следующая конвергенция. Конвергенция это процесс обратной дивергенции. То есть, это образование органов, близких по функциям и строению, но отличающихся по происхождению. Конвергенция процесс эволюционного развития неродственных групп в сходном направлении и приобретениями сходных признаков в процессе адаптации к одинаковым условиям среды. Вот как раз мы видим на слайде крылья бабочки и крылья птицы. Как раз классическим примером конвергентного развития считается возникновение сходных форм тела у акуловых, то есть первичных земноводных, ихтиозавров и китообразных, то есть вторичноводных. При конвергентном способе эволюции возникают обычно аналогичные органы. То есть органы, выполняющие одинаковые функции, но имеющие различные происхождения. Как раз мы сказали, вот на слайде это пример крылья насекомых и крылья птиц. То есть в обоих случаях крылья обеспечивают полет, поэтому имеют некоторое внешнее сходство. Однако у насекомых крылья поразуются из хитиного покрова, а у птиц это видоизмененные конечности. Теперь следующее, одни из компонентов, это параллелизм. Это такой процесс, когда орган в результате дивергенции превращается во множество гомологичных органов. Но затем в процессе конвергенции эти гомологичные органы вновь начинают выполнять общую функцию. Классическим примером конвергенции считается возникновение сходных форм тела. Вот как раз на слайде это ихтиозавр, древний, присмыкающийся дельфины и акулы. Как раз здесь дельфин как раз является млекопитающим, но имеет форму тела. Это связано конечно с обитанием в воде. Параллелизм такого явления, когда сходство признаков возникает в результате сходного изменения гомологичных структур. Причиной параллелизма, по-видимому, является высокая вероятность похожих мутаций одних и тех же генов у разных видов. Теперь основимся на ароморфозе. В процессе существования вид может находиться в состоянии биологического прогресса или регресса. Под биологическим прогрессом понимают увеличение количества особей, увеличение площади ареала, увеличение токсономических подчиненных структур. Например, внутри прогрессирующего семейства увеличивается количество родов, а внутри вида, подвидов и так далее. Биологические регрессы сопровождаются уменьшением количества особей и сокращением площади ареала. Одним из первых направлений эволюции начал изучать отечественный ученый Северцев. И он выделал три направления основных. Это ароморфоз, идеоадаптация и дегенерация. Как раз мы на слайде видим явление ароморфоза. Ароморфоз связан с повышением организации организмов. Он резко увеличивает приспосабливаемость видов. С появлением ароморфоза связано появление крупных таксонов нацарс и типов. Также имеются следующие примеры ароморфозов. Например, появление эукорид от прокорид. Возникновение многоклеточных животных от одноклеточных. Появление членисток многих от кольчатых червей и так далее. Здесь мы видим как раз также одним из примеров ароморфоза на примере растения. Где имеется вот сархея, начинаются сине-зеленые водоросли, потом идут красные водоросли, зеленые водоросли, папоротники, хвощи и плавны. Со временем появляются голос семянные и впоследствии покрыты семянные. То есть тоже видим усложнение организации растений, которое также является примером ароморфоза. У растений значимыми ароморфозами были возникновение эпидермиса, возникновение устиц, возникновение проводящей и механической системы, появление закономерности смены поколений в цикле развития образования цветков и плодов. Теперь, следующее это идиоадаптация. Если представить ароморфозы как крупные ступени в эволюции живых существ, то идиоадаптация будет расширять эти ступени. Вот мы как раз видим на слайде вот это вот явление, расширение ступеней ароморфоза. На рисунке видно, что возникновение класса птиц из класса присмыкающихся было ароморфозом. А вот, например, разделение птиц налетающих, бегающих, плавающих уже является идиоадаптацией. Типичным примером идиоадаптации является возникновение, например, больших клыков у хищных и больших рисов у травоядных животных. Здесь мы видим также примеры идиоадаптации. Третий путь это дегенерация, то есть серьезное упрощение строения особей. Например, у видов, обитающих в пещерах или в почве, обычно происходит редукция органов зрения, депигментация кожи, снижается активность передвижения. А также примером дегенерации, то, что мы видим на слайде, является возникновение паразитических форм, то есть червей. Например, у паразитических ленточных червей обычно слабо развита нервная система. Это связано как раз с их образом жизни. В ходе эволюции всегда происходит смена одних направлений, другими. Так, после ароморфоза всегда идет идиоадаптация, а иногда они сменяются дегенерации. Это характерно для всех групп живых организмов. Например, земноводные появились в результате крупных ароморфозов, возникновения легочного дыхания и появления поясов в конечности. Затем, внутри класса, этого класса, конечно, начались идиоадаптации, которые привели к созданию трех групп, то есть таких как хвостатые амфибии, без хвостовый амфибии и без многие амфибии. Как раз у нас слайдами видят примеры названного явления. На этом сегодня наша лекция закончилась. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова